Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире Утро на Болткоме. Сегодня его проведем мы, Артем Липин, Абик Элкин и звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. И сегодня у нас в гостях, опять-таки, по зуму мы продолжаем соблюдать все правила чрезвычайной ситуации. Глава туроператора Тест-тур Латвии Константин Польгов. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро, Константин! Может быть, такой первый вопрос в свете всей этой ситуации. Понятно, что туристическая отрасль оказалась одна из первых под ударом, может быть, даже не первая из сфер бизнеса. Что сейчас происходит? Подали ли, к примеру, вы как туроператор обратились за помощью государства? Что, может быть, чуть-чуть такую вот характеристику дайте нам? Ну, вначале, наверное, доброе утро еще раз хотел сказать, что, может быть, меньше надо говорить про только одну компанию. Конечно, да-да-да-да, все туристические отрасли. Это происходит сейчас, потому что это примерно 300 компаний, это десятки тысяч людей. Все, что с туризмом связано в Латвии, это примерно 3% ВВП, поэтому, может быть, это и не самая главная сфера, которая формирует бюджет Латвии. Ну, значимо и довольно, да. Но, тем не менее, огромное количество людей, связанных с индустрией, которые, к сожалению, носят еще и сезонный характер. Поэтому очень много задействовано негатива в данный период. И поскольку 10% всех рабочих мест в Латвии — это туристическая отрасль, конечно, стоит поговорить о том, что происходит сейчас. Мировая тенденция, а не мировая, мировой факт — это в том, что весь туризм стал на паузу. Нет смысла говорить о том, что это какой-то финал и какой-то нехороший знак на перспективу. Мы все прекрасно понимаем, что происходит сейчас в других отраслях, что происходит в медицине, что происходит в спорте, что происходит в индустрии развлечений, что происходит в торговле и так далее. Очень много нового появилось за последние полтора месяца. Но, тем не менее, вы правильно сказали, что туризм стал первой индустрией, которая столкнулась с глобальным локдауном. Ну, то есть конкретно с остановкой, и это очень печально. Это не только касается Латвии. Но, к сожалению, это ситуация, которая разворачивается в мире. Вот что будет происходить дальше, на самом деле, стоит обсудить. Да. И вот сейчас новость, Артем читал, я слышал, что предприятия, которые связаны с общественным питанием, все, что происходит с ресторанами, с гостиницами, которые пустые, и в Латвии во всем мире — это, на самом деле, ситуация, которую никто никогда не мог предусмотреть. Никто не мог заложить свои финансовые планы, стратегические цели, какой-то факт о том, что может индустрия остановиться глобальными во всем мире. Это, конечно, очень печально. Но радует то, что, проходя через кризисы много-много раз на протяжении последних 15-18 лет, есть опыт и понимание того, что будет происходить дальше. Как ни странно, индустрия оказывается предметом первой необходимости. Мы это знаем, что людям необходимо отдыхать. Они уже привыкли путешествовать. Невозможно представить современного человека, который сидит дома постоянно. Может быть, кому-то это нравится. Но невозможно, чтобы это было даже на протяжении нескольких месяцев. Думаю, что все очень скоро придет к первоначальным значениям. И многие-многие люди займутся своей привычной работой для того, чтобы сезон состоялся, как минимум, хотя бы начиная с июня 2020 года. Да, вот хотел бы за это зацепиться, за вашу фразу. Я понимаю, что тяжело строить прогнозы. Даже эпидемиологи стараются очень осторожно к этому проехать. Тем не менее, есть какие-то предпосылки для того, чтобы, по крайней мере, летом хотя бы ограниченно, хотя бы частично возобновилась работа туристической отрасли? Я пытался вспомнить какие-то кризисные годы, когда примерно останавливались какие-то полеты или путешествия в небольшое количество стран. И как выходили и туроператоры, и авиакомпании, и туристы сами из этой ситуации. Но можно какие-то припомнить, к сожалению, это негативные исторические факты, но тем не менее, на них нужна опираться для того, чтобы составить определенный план или матрицу, как действовать в той или другой ситуации. в текущей ситуации. Мы знаем, что были природные катаклизмы в Таиланде, когда многие латвийские туристы застряли в стране после цунами, которое было разрушительным, одномоментным и очень резким, и невозможно было ничего предугадать, нужно было и вывозить туристов, и просто прятать их на возвышенности в торговых центрах, чтобы они могли укрыться, и потом их расселять в отелях, которых не смыла волна, и потом вывозить их в Латвию. Приходилось вспоминать взрывы в Шар-Май-Шейхе, когда просто в один день остановились все чартеры, и все европейцы боялись летать. И тем не менее, через какой-то промежуток времени, буквально через месяц-полтора, курорт стал по-новому принимать всех туристов. Несмотря на то, что были страшные опасения, никто не мог сказать, подтвердится информация о новых взрывах или нет, будет ли это связано с такой долгоиграющей историей, или это эпизодическое какое-то явление. Этой башней-близнецы в Америке, к сожалению, когда Америка достаточно быстро восстановила и закрепила одно из лидирующих мест у пассажиропотоку туристов со всего мира. Поэтому вот такие наблюдения позволяют сделать вывод, что в течение, наверное, ближайшего месяца потихоньку все авиакомпании начнут летать. Понимаете, самолеты не могут стоять на земле. Они слишком дорогие. Индустрия и лобби авиационное в Европе и в мире настолько мощное, что оно просто заставит, ну, в скобках, оно заставит и путешественников, и авиакомпаний просто заработать. То есть невозможно не платить, вернее, не работая, платить деньги, которые необходимы и огромным корпорациям, и Boeing, и Airbus, и тем компаниям, которые лизингуют самолеты, и пилоты, и авиакомпании, и структурные предприятия, которые работают. Это если мы только разбираем авиакомпании, а ведь есть транспорт, который связан, и железная дорога, и автомобильная индустрия. То есть на самом деле лобби транспортное, оно настолько высокое, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы все заработало. Мы, как паровозик, индустрия путешествий, конечно, потянемся за ними, и это будет самый важный знак, что границы открыты, когда это будет сделано. Вот тогда мы можем сказать, что сезон открыт. Мое ощущение, что первый самолет, ну, во-первых, Болтик обещал, что первый рейс вылетит в середине мая, поэтому думаю, что так и состоится. Независимо от того, как будет происходить эпидемиологическая ситуация в Европе, конечно, не полетят туда, где есть серьезная ситуация, но там, где власти гарантируют безопасность, а власти обязаны будут это делать, первые рейсы будут выполнены, и одни из первых рейсов, думаю, что это будут как раз рейсы туристические, чартерные рейсы, которые не связаны с регулярной перевозкой, которые имеют сезонный характер. Так что я считаю, что уже в мае будут первые туристы, и как минимум будут первые пассажирские регулярные рейсы из аэропорта Рига. Ну вот я как раз перед интервью заходил на сайт Тест Тур, посмотрел, я видел, что даже, если я не ошибаюсь, то ли 13, то ли 17 мая уже есть возможность приобрести какие-то путевки. 17 до 15, да, ну естественно, до окончания чрезвычайного положения, если оно не будет обвинено, до окончания никакие рейсы не полетят, эти рейсы аннулированы, начиная с 14 марта, то есть практически два месяца – это такая вынужденная пауза, если не будет продлено чрезвычайное положение, раз, если Министерство иностранных дел не обновит информацию, связанную с рекомендацией путешествия в теле и другие страны, два, если Центр защиты здоровья не обновит свою информацию, связанную с медицинской темой по путешествиям, три, если страна посещения разрешит пребывание и гарантирует безопасность в этом случае, и если пять, если авиакомпания сама готова лететь по своим соображениям безопасности, тогда вот эти все пять слагаемых работают, и первый рейс по плану улетит, да, начиная с третьей недели мая. Есть опасения о том, что это может быть продлено, но это знает только Кабинет министров, который, надеюсь, не будет тянуть до 11 мая, а сделает это хотя бы за две недели или за неделю. Это будет по длину, я могу сказать сразу. И планируем, да. Ну, посмотрим, как они отреагируют. Ну, судя по тому, что все говорят в Европе, кто-то меньше, кто-то больше, кто-то тихо, кто-то громко. И так, как говорят в Америке, мир приоткрывается, несмотря на то, что огромное количество спекуляций, связанное с конспирологией этого вируса, который, наверное, не нам объяснится. Но все понимают, что экономика просто треснет, если мы продолжим лежать на диване еще хотя бы один месяц. Да, вот понятно, что сейчас сложно прогнозировать, но куда могли бы быть эти вот первые рейсы? Хотя бы в какую-то часть мира? Конечно, мы сейчас больше ориентируемся на традиционные направления, связанные с Европой. Потому что именно Европа будет внутри себя искать все рамочные соглашения, связанные с обеспечением безопасности и фиксирование правил, которые необходимо будет соблюдать в каждой стране. Эти рамочные правила будут унифицированы, и, думаю, наднациональными. Они будут связаны с тем, что общая безопасность или общие правила, как я повторяю слово, общие критерии обеспечения этой безопасности должны быть одинаковы для всех стран. Поэтому думаю, что Европа будет в этом отношении лидером. Конечно, все ждут любимую Турцию. И, кстати говоря, не только в Латвии, или у нее наших соседей ждут и немцы, и сами турки очень ждут. Но им придется действительно показать всю мощность своего гостеприимства, связанного с новыми условиями. Им придется доказать, что они соответствуют вот этим рамкам, которые будут приняты в Европе, критериям, которые необходимо будет соблюдать для европейских туристов. Поэтому Европа и Турция — это самые первые направления. Все, что касается дальних стран, я бы воздержался пока от комментариев, потому что мы не можем отсюда, за исключением средств массовой информации, понять, что на самом деле там происходит. И лучше пока смотреть на ближайшие направления и пользоваться официальной информацией, а не информацией, что одна бабушка сказала. Константин, вы уже, в принципе, сказали о том, что действительно это беспрецедентная ситуация в истории. Вот если чуть-чуть заглянуть, если, так можно сказать, в будущее, когда, ну, будем надеяться, что рано или поздно этот вирус уйдет и возобновится нормальная туристическая деятельность, ну, вот по вашему опыту, ощущениям, все-таки вы давно в туристической сфере, как вообще быстро гостиницам, неважно в какой стране мира, вообще понадобится, ну, вообще всему этому бизнесу гостеприимства, чтобы вообще после такого длительного весьма простоя, потому что, я так понимаю, что увольняют работников или отправляют в отпуск без содержания. Вот сколько вообще нужно времени, чтобы весь этот механизм заработал, вся цепочка там, мы же понимаем, это гостиницы, это все же с этим связано, питание, ночлег, там какие-то спа-процедуры. Сколько вот времени, не знаю, неделя, две, месяц, два, как вам кажется? Есть, можно разделить, ну, это такое узкопрофессиональное, что разговаривают, но можно очень грубо разделить на две части. Сезонный туристический бум – это как раз начало мая, и те гостиницы, которые должны начать работу с мая месяца, они в предыдущие полгода были закрыты. В основном это касается Греции и Турции, поэтому восстановиться вообще ничего не стоит. Персонал был отправлен в отпуска в свое время, в октябре и в сентябре месяцев их гостиницы на замок, и они в апреле начинают подготовку, ну, как обычно и в мае, начиная с первых майских дней, они открывают активно все свои двери, поэтому там проблем никаких нет, вся индустрия как раз Греции и Турции готова полностью. И думаю, что вирус еще не успел попасть туда, и его там пока даже нет, поэтому там проводят глобальные мероприятия, связанные с обеспечением этих рамочных соглашений, смысла никакого нет, это такое немножко бутафория, наверное, будет. Это первое. Второе. Более глубокая часть – это касается городских отелей, которым будет намного сложнее, ну, например, чтобы поддержать латвийские гостиницы, для этого как минимум нужно открыть аэропорт Рига, открыть границу, чтобы туристы приехали. Мы с вами не поедем ночевать ни в Рэдисон, ни в Мак-Отель, для того, чтобы ребят поддержать и сделать эту солидарность, ну, хоть как-то помягче для них, на самом деле. Должны заработать все инструменты, которые связаны с границами, связаны с перемещением, транспортом и, не дай бог, с введением каких-то виз, которые тоже есть спекуляции, что могут быть какие-то визы разрешительные на пересечении границ. Это все надо выкинуть из головы. И просто, ну, как всегда, шарлатанов очень много вокруг. Не надо верить. И не надо быть таким бездравыми людьми. То есть эта часть, она восстановится достаточно быстро, за исключением городских отелей. Что касается большее такое преодоление, которое придется пройти, это в сфере авиации в первую очередь, потому что, ну, получается, двойные стандарты. То есть мы в магазинах должны соблюдать дистанцию социальную, которая равняется 2 метра. В самолете мы друг от друга сидим на расстоянии 10 сантиметров. И нам необходимо как-то понять, как это будет работать. То ли будут двойные стандарты, которые авиации это не будут касаться, то ли, если мы так заботимся о безопасности, надо понять, что в самолете всегда, все годы летают люди больные, простуженные и непростуженные, с разными болезнями. Мы будем концентрироваться только на COVID-19, или все-таки после этого такого глобального стресса произойдут изменения, связанные, например, ну, например, как мы все понимаем и знаем в аэропорту, мы стоим на очереди на регистрации, друг друга в затылок дышим, мы потом идем на паспортный контроль, мы потом идем на секьюрити-контроль, мы потом стоим на посадку в самолет, мы потом сидим в самолете на расстоянии 10 сантиметров. Вот это как будет работать? Думаю, что если говорить честно, то вот эти части тоже должны заработать, и оборачивание самолетов, и супербизнес, и экономия времени авиакомпании, места в самолете, и количество сантиметров до ближайшего кресла между соседями, может быть, тоже будет пересмотрено в пользу пассажиров и качества, и безопасности. Думаю, что вот такие изменения больше надо приветствовать, ожидать. А что касается отельной индустрии, думаю, что на лето она восстановится достаточно быстро. Я с самого начала сказал, как восстанавливались направления в Шар-Май-Шейхе или в Таиланде. Примерно занимает это все не более двух месяцев. Конечно, сначала в первых рядах самые первые, самые смелые, и потом уже потихонечку подтягивается, и уже все забывают, как это все было на самом деле в самом начале. Ну вот если мы останемся очень ненадолго вот в этом будущем потенциальном, вы говорили, что после таких трагедий, которые происходили раньше, в принципе, все восстанавливалось достаточно быстро и в сравнительно равных объемах. Но сейчас мы говорим о пандемии, которая покрыла весь мир. Как вам кажется, не может ли это поменять популярность некоторых маршрутов? Скажем, даже после того, как уже мир вылечится от коронавируса, условно говоря, Италия и Испания все равно на эти страны будут смотреть с некой опаской, а на такие страны, где было меньше зарегистрированных случаев, наоборот, это станет более популярными направлениями. Ну, вы спрашиваете мое личное мнение. Я, наоборот, больше доверен. Ну как, это мое личное мнение. Я не биолог, и не могу охарактеризовать медицинскую часть, биологическую часть вируса. Но для меня, на самом деле, большим спокойствием являются страны, которые, ну как бы, подтвердили, что вирус уже опасный, и они борются, и они показывают реальную картину, которая в них существует. Если страна, в которой население несколько десятков миллионов, и там только два заразившихся, для меня большой вопрос. На самом деле там большая, ну вернее, там такая благоприятная ситуация, или все-таки страны, или там все-таки занижается эта информация, и ты должен верить только своим внутренним ощущениям и чувствам. Или ехать в ту страну, где на самом деле есть фактическая ситуация, которая не скрывается, та, которая общественности доступна, и показана, как с ней происходит борьба, или как с ней происходит ежедневная коммуникация, неправильное слово, как они с ней борются, наверное, самое правильное слово. Поэтому если говорить про Италию или Францию, конечно, это тяжелая ситуация сейчас. Но я думаю, что как раз в этих странах предпринимаются все необходимые меры, которые возможны на данный момент, они прекрасно понимают, что туристическая отрасль, например, для Испании или для Италии, это не 2% или 3% как вклад, это совсем другие цифры, и они зависимы очень. И, во-первых, они не смогут обманывать, это невозможно просто в условиях Евросоюза. Это первое. Второе, они действительно профессионально заинтересованы, чтобы сезон был открыт максимально быстро. что лично для меня более понятна европейская культура, европейские рамки, которые сейчас есть у этих стран для того, чтобы они могли более открыто говорить, что у них на самом деле происходит. Те страны, которые закрываются и говорят, что у них только частично, что у них 2 человека на миллион, я бы здесь бы немножко это просто как пользователь. Возвращаясь все-таки к туристической сфере, все-таки ваши ощущения, вы же общаетесь с коллегами, вот есть сейчас такое модное слово, по крайней мере, у латвийских правящих – перезимовать. Как вам кажется, всем ли туристическим компаниям удастся перезимовать, вынести вот это такое, ну, мягко говоря, форс-мажор, коммуны, коллупс, называйте, как хотите. Вот ваши ощущения? Я не прошу ни в название фирмы, естественно, называть, да, просто вот ваше мнение. Мы внутри индустрии общаемся на эту тему очень активно, и вот готовясь сегодня к нашей встрече, я дал себе слово, что я не буду критиковать никакие действия правительства, потому что, ну, во-первых, я понимаю, что они столкнулись с такой ситуацией впервые, непонятно, любой бы человек, который оказался на должности, от которой необходимо мгновенное решение, как бы они поступили, было ли у них багаж знаний и так далее. То есть, критиковать легче всего, но, откровенно говоря, мы ожидаем, что туристическая отрасль будет услышана, и все просто поймут, что увидят, кто на острие остался, что это, на самом деле, десятки тысяч людей, которых необходимо поддержать. Намного тяжелее для финансов, для финансового бюджета страны будет, если эти люди встанут на бирже труда, им придется выплачивать зарплаты, которые намного выше в индустрии, чем 700 евро дикставы, которые гарантируют правительство. Тем более, как мы знаем, не все платили налоги, не все работали с определенным успехом, у разных были, у разных компаний своя специфика, сезонность работы, в которой вид, например, не учитывает, то есть там очень-очень много всего. Я понимаю, что принять решение за месяц и удовлетворить всех согласен с тем, что это вообще невозможно. Главное, чтобы не допустить какого-то обвала. Вот мое, если нас сейчас кто-то слушает, думаю, что слушают обязательно люди, которые принимают решение, обязательно нужно в течение, ну хотя бы до момента продления чрезвычайного положения обозначить все правила игры и включить все инструменты, которые были обещаны или те, которые были предложены бизнесу для того, чтобы, как вы сказали, перезимовать этот период. На самом деле не так много необходимых усилий или денег. Главное, это поддержать маленький и средний бизнес, потому что туристические маленькие компании в основном это семейные небольшие фирмы, в которых работают 2-3 человека, которые годами формировали собственный круг клиентов, которые имеют источник доходов только от индустрии туризма, которые, к сожалению, в эти два месяца находятся в полном простой. Просто остановилось все за два дня. Не что-то остановилось, не что-то, какая-то часть не было. То есть в Америку нельзя лететь или в Европу, в Таллинн не доехать, в Вильнюс не приехать, в соседние страны невозможно попасть. И поскольку количество путешественников резко росло, это было стимулировано для того, чтобы летать. авиакомпания «Аверболтик» только имеет из аэропорта Рига 70 направлений прямых. То есть трудно представить, что возможно остановиться на какое-то длительное время. Очень большое количество людей нуждаются в поддержке. Я бы все-таки знаю, что 27 числа будет встреча министров туризма и структур государства, которые отвечают за туризм в рамках Европейского Союза. И рассчитываю, что будут приняты такие беспрецедентные меры по поддержке именно этой индустрии. Еще раз повторяю, это не только турфирмы, это и рестораны, это и гостиницы, это транспорт, авиация и так далее. Я рассчитываю, что у правительства есть очень много нашей информации от ассоциаций туризма и операторов. Я думаю, что у них достаточно цифр для того, чтобы это быстро все сделать. Большие выкарабкаются, у них все в порядке, у них мадушки большие, у них диверсифицирован бизнес, работа в многих странах, они понимают, как управлять финансами, они знают, что такое инвестирование, прибыли в развитие и так далее. Они могут жонглировать тоже не очень долго, но определенное количество времени для того, чтобы удержать ситуацию. И именно они сейчас являются якорем, который сдерживает какой-то обвал или какой-то стресс в ситуациях. Хотя, конечно, клиентов очень много недовольных, кто-то не улетел, где-то деньги какие-то застряли, у кого-то сорвались мероприятия, связанные с деловыми, поездками, какие-то конгрессы не состоялись, хотя были инвестированы тоже деньги и различных поставщиков и сторонних участников. Это очень такой сложный и вообще матрицы не существует, а такой простой наложил и выполнил все условия. Придется разбираться с каждым туристом, с каждой авиакомпанией, с каждым агентством по индивидуальному плану. Но самое главное не бросить индустрию и дать возможность ей через полтора месяца, как я сказал, просто заняться своим обычным ежедневным делом. Да, вот все-таки вы общаетесь с коллегами, есть какая-то поддержка? Реально получить это пособие работникам по простою? Я знаю, что многие компании сделали это практически в один день и у них есть опыт этого получения. Я знаю, что те компании, которые платили налоги добросовестно, у них никаких проблем нет. То есть это было сделано буквально, ну не за часы, это за считанные дни. Конечно, получили, ну мы смогли вывести, это очень странная ситуация, мы смогли пять человек вывести на дыкставы, потому что все остальные, всех остальных, это намного больше, кратное количество людей, просто занимаются еще большим объемом работы, чем ежедневное, обычное, не стрессовое время. Нужно всем отвечать на телефоны, нужно отвечать на запросы, нужно переносить путешествия, нужно говорить с партнерами, нужно говорить с авиакомпаниями, нужно планировать, что делать дальше. Это на самом деле еще больший процесс, чем был до кризисных дней. Пять человек, которых мы смогли вывести на дыкставы, и которые на самом деле ну просто есть возможность заняться самим собой, мы решили этот вопрос практически за два дня. Поэтому здесь вид очень четко отработал, не хочу ничего говорить плохого, в этом отношении все было сделано. Есть другие инструменты, которые не заработали. Не заработали инструменты, связанные с Altum, это достаточно сложная история такая, может быть, не все понимают, слушают или что это такое, но для бизнеса это очень важный инструмент, который, к сожалению, за достаточно много бюрократии или правил, которые практически невыполнимы для того, чтобы действительно прогарантировать ликвидность предприятия в краткосрочной перспективе. Это первое. Не заработала система ваучеров для авиакомпании в первую очередь, потому что у них огромное количество туристов, которые купили билеты и не могут теперь вылететь и получить деньги обратно, потому что деньги проинвестированы в очень многие структурные процессы, связанные с обеспечением полетов, это и закупка топлива, и персонал. Там очень много сейчас можно говорить, это не так, что пассажир перевел деньги и они лежат, и можно их просто выплатить. Это такое упрощенное понимание бизнеса, потому что любые оборотные средства бизнес понимают, невозможно хранить на счету, а если они не работают, это просто какой-то банк сбережения, бизнес работает совсем по-другому. Поэтому эти деньги, которые клиенты оплатили и не улетели, да, с ними придется немножко просто подождать и ждать, пока ситуация станет на обычную. В итоге они услугу это получат свою. И в первую очередь на крыло встанет. Вот тогда все будет хорошо. Ну, они в принципе свою услугу получат, я так понимаю, те, кто оплатил. Конечно, безусловно, все в Евросоюзе тоже знают, и мы не одинокие здесь, и может быть, авиакомпаниям на самом деле трудно про себя говорить, можно спокойно про них сказать, что для них достаточно сложный период. Во-первых, невозможно ответить на тысячи звонков, на тысячи мейлов, нет такой универсальной системы, и айтишники ее не могут разработать там за два-три, даже за месяц для того, чтобы универсально предложить 500 вариантов и безболезненно и для бизнеса, и для пассажиров. Но то, что это будет решено, безусловно, никто никого не бросит, это не системный кризис. Многие его сравнивают там с восьмым годом, ну, и те, кто его сравнивали очень явно, запасались и гречкой, и туалетной бумагой, и теперь поняли, что все это, все не так, это связано с временной приостановкой, что ситуация вообще не похожа ни на что. Но это не говорит о том, что были стратегические или тактические ошибки у авиакомпании, у турагентства, у операторов, и они совершили какой-то, или какой-то криминал, и на этом путешествие не состоялось. Все понимают, что происходит, и если нет хозяйственной деятельности, и компании не могут ее просто организовать из-за того, что границы закрыты, ну, невозможно, наверное, предъявлять слишком строгие претензии от потребителей. Хотя потребители, конечно, раздражены, безусловно, мы их понимаем, и понимать, они нас тоже, наверное, должны, и авиакомпании вы должны понимать, потому что очень многие процессы происходят с предоплатами, это связано, в первую очередь, как я сказал, с топливом, это связано с инвестициями в воздушные суда, это связано в контракты с отелями, с транспортными компаниями. Это не так все просто, это не так, что, ну, не совсем такая простая математика. еще раз повторю, эта ситуация во всем мире, Евросоюз знает об этой проблеме, и, как я сказал, 27 числа, надеюсь, будет принято решение, которое будет, которое устроят и потребители, и производители. Невозможно только говорить очень долго о том, что нарушаются права потребителей, в какой-то данной степени мы можем с этим согласиться и сказать, что действительно люди заплатили за полет, за путешествия и не воспользовались им. Но матрица такая, что придет время, когда отели и в Греции, и в Египте, и на Тенрифе просто откроются. Мы вчера, кстати говоря, говорили с нашим директором в Греции и спрашивали, как там происходит. Ну, они греки, народ очень солнечный, говорят, что они полностью готовы с мая уже всех принимать. На Пелопонесе, и на Крите было буквально несколько случаев, что, в принципе, похоже на истину. Во-первых, потому что это острова, там все достаточно обособленно происходит. Во-вторых, там вообще не сезон был с октября месяца по май, поэтому передвижения практически никаких нет. Так вот, Греция говорит о том, что если сезон начнется, то они готовы уже с мая всех принять. И очень многие гостиницы пока не отвечают на любые звонки, потому что у них есть своя дикставы. Они тоже вынуждены уйти на простой, и по условиям дикставы местных они не имеют права отвечать ни на имейлы, ни на какую почту, ни на корреспонденцию, ни какие-то дела бухгалтерские и финансовые операции, потому что это тоже будет нарушение закона. Это одна часть отелей, вторая часть отелей это те, которые просто закрыты, если для них сезон, может быть, и не начнется в этом году, но тогда это уже забота туроператоров, как стрясти с них деньги, забрать обратно или переориентировать клиентов. Конечно, нам работы добавилось очень-очень много. Нам придется делать двойную, тройную работу и платить еще очень много денег юристам для того, чтобы грамотно и спокойно отвечать туристам на то, что происходит сейчас. Но такая наша миссия в этот период. Вопрос, наверное, такой скорее по отрасли в целом. Сейчас многие заговорили и о ценности внутреннего туризма или, по крайней мере, туризма в страны рядом. Мы даже можем говорить о том, что, скажем, если Латвия, об этом сообщалось буквально сегодня, что вчера, что Латвия, Литва и Эстония, они скоординируют свои действия по открытию границ между собой, но, в принципе, ситуация в странах Балтии, особенно в Латвии, она намного лучше, чем, скажем, в той же Испании, Италии, Германии, Франции, Великобритании и так далее. Как вам кажется, насколько вообще есть возможность того, что многие турфирмы, они немножко переформатируют свои направления и больше начнут ориентироваться именно на внутренний туризм или на туризм в соседние страны? Я отвечу на вопрос двумя частями. Первая часть, когда началась пандемия, в одном интервью я говорил, что Латвии очень повезло, что она не самая посещаемая страна мира. То есть есть преференция, которая сработала в нашу пользу, хотя мы всегда стремились, что Рига была маленькой Прагой или маленьким Парижем, но в данном случае чем меньше оказалось у нас иностранных туристов, особенно из стран, которые были, которые объявили о вирусе впервые, туристов здесь не оказалось. Поэтому в этом отношении у нас есть огромные плюсы и преференции. Именно поэтому статистика такая небольшая. Я считаю, что именно из-за этого. Вторая часть это то, что вовремя смогли всех вывезти туристов, которые были за границей. Нам пришлось тоже сделать достаточное количество рейсов для того, чтобы просто в приказном порядке посадить всех туристов в самолет и сказать «Все, летим домой». Конечно, были экземпляры, которые сказали под свою подпись «Нет, мы останемся пережидать все в Египте, в теплом, нам здесь лучше». Но таких единиц из тысяч, поэтому это не характерно. Именно потому, что все вовремя прилетели из многих стран в Ригу перед глобальным распространением таким, как мы сейчас видим в Южной и Центральной Европе, позволило Латвии иметь те показатели по заражению положительные, я считаю, самые, наверное, одни из самых позитивных в странах Балтии. Исходя, я отвечаю на вторую часть вопроса, именно поэтому Латвия, Литва и Эстония могут себе позволить действительно скоординировать такие вопросы для того, чтобы открыть сначала границы внутри Балтийских стран и сделать внутренний туризм внутри стран более активным. Да, такие мысли есть, многие компании думают об этом, просто предложение на самом деле не очень большое, что мы знаем о внутреннем туризме, ну, например, оздоровительном у наших соседей. Наверное, для большинства в Литве это Друскененка, где курорты располагаются плотненько, санатории, пансионаты и так далее. Наверное, это самое массовое, и Клайпида, и все, что касается Ниды. Вот это то, что касается Литвы, что касается Эстонии, немножко меньше, Кура, Сара, еще нужно как-то добраться, и Пярну, ну, достаточно близко, и это, да, это доступно нам. Думаю, что такого огромного специализированного опыта туристических агентств клиентам не потребуется для того, чтобы забронировать эти услуги напрямую и сделать самостоятельные путешествия. Хотя, конечно, думаю, что индустрия будет жить больше внутри себя и предлагать определенные новые какие-то инструменты для того, чтобы приглашать к себе новые рынки. Пока новые рынки для нас не освоены, к сожалению, действительно, это соседи, это Литва и Эстония, но это только на первой неделе. Как я говорил в самом начале, мы можем вернуться к этому разговору, наверное, в начале июня, и вы посмотрите, что самолеты очень активно уже взлетают и садятся, и пройдет не так много времени, когда вся индустрия заработает на полную мощность. Я надеюсь, что ну, и вакцина к тому времени тоже подоспеет, поэтому будем рассчитывать. Ну, к июню вряд ли, они же вроде обещают к концу года, в лучшем случае. Будем надеяться. Оптимистичный взгляд. Конечно, нельзя не спросить, мы очень много говорили про то, как мы будем выезжать из Латвии, но нельзя не спросить про то, как люди будут приезжать в Латвию. Как вам кажется, вот это такая, по большому счету, репутация страны, которая смогла очень успешно сдержать распространение коронавируса внутри Латвии, это как-то повлияет на нашу популярность в будущем, или это такой факт, который уйдет и никаким образом ни на что не повлияет? Я не думаю, что очень целесообразно и корректно продавать собственные успехи в борьбе с коронавирусом в индустриальных целях и для привлечения туристов. Это не совсем, наверное, тот маркетинговый инструмент, который будет востребован такой более правильный, я бы так сказал. Конечно, люди, которые будут следить за общей информацией, для них это будет дополнительным стимулом, чтобы понять, что Латвия была одной из стран, где было наименее количество зараженных и наибольший процент положительных исходов и наоборот самое минимальное количество смертей зафиксировано от коронавируса. Приходится, к сожалению, такие вещи говорить в эфире, но тем не менее действительно это какое-то фоновое значение будет иметь. В большей степени, наверное, это важно, какой сервис будет предлагать Латвия. Разговаривая с нашими клиентами и с нашими партнерами со многих стран мира, я знаю, что сервис гостиничный и Латвии, он очень высокого класса. Очень многие люди по старинке, ну или из-за своих собственных предпочтений, конечно, выбирают страны Центральной Европы, Западной Европы и только те, кто однажды побывал в странах Балтии, профессионально оценивают уровень, который есть и в ресторанах и в гостиницах на очень высоком уровне. Это предстоит еще, это наш конек, который предстоит узнать иностранным туристам и вот на этом сейчас стоит обратить внимание. Действительно, наши улицы менее загружены, действительно, наши гостиницы после Атмады, они практически все новые. Гостиницы, например, в Лондоне, кто жил, ну не берем там Георг Пятый и так далее, гостиницы другого качества, доступные гостиницы для массового туризма, более качественные, более новые и, как бы сказать, не испорченные туристическими огромными потоками, это в странах Балтии. все, кто приезжают сюда, это говорят. Думаю, что перспектива очень хорошая. Не надо обижать бизнес туристический, потому что он так пострадал из-за санкций, которые были введены против России. Это может быть не совсем красиво говорить или там неуместно говорить, но первая такая волна была для компаний, которые принимают местных туристов, негативная волна. Тогда, когда ввели санкции и дюрмала опустела, концертные залы опустили, конечно, все понимали, что есть европейская солидарность, которую необходимо соблюдать, но туристический бизнес выдохнул и сказал, окей, будем жить по-новому и так далее. К сожалению, сейчас туристический бизнес второй раз выдыхает и говорит, ну окей, теперь вот такая мировая ситуация, мы опять вынуждены под это подстраиваться и вынуждены соблюдать то, что происходит, правила, которое происходит сейчас. Не надо бизнес обижать и еще раз повторяю, что это достаточно такая индустрия, где в основном это семейный бизнес и компания одного-двух человек, бюджет семейный зависит от того, как работает компания, сколько туристов приехало, в какие рестораны они сходили, какие экскурсии купили и так далее. Вот надо поддерживать маленькие компании, которые работают и пытаются вытянуть весь негатив, который существует сейчас. да, будет возможно ориентироваться на соседние страны, да, возможно, будет какая-то новая методика работы с коронавирусом и мы сможем спокойно и гарантированно всех и принимать, и отправлять, но надо загрузить рестораны гостями, надо открыть границы, надо постараться работать на рынках, которые сюда поедут уже завтра. вот как только рейс откроют, надо работать на тех рынках, которые придут сюда сразу. Перспективные рынки для нас очень важны, но оставим это на перспективу. Нам сейчас нужно обратиться к всем соседним странам по всему периметру границ, которые есть в Латвии, чтобы к нам приехали, чтобы к нам приехали, оставили свои деньги, упростить по возможности визовые формальности, которые вполне невозможно упростить в кризисный период, их надо будет упрощать, постараться сделать цены гостиничные и авиационные для того, чтобы это было доступно. Все едут из кризисных стран. Вот тогда мы сможем говорить, что большое-большое количество людей, которые работают в индустрии, не будут на бирже труда и смогут дальше работать спокойно и выполнять свою работу. Да, но мы еще будем надеяться, что при этом туристы не замерзнут, потому что утром, идя на работу, когда стекла замерзшие, ты вспоминаешь, что сегодня 23 апреля, ты понимаешь, что если бы даже не было бы здесь никакой пандемии, то, конечно... Людей на улице было бы немного. В это время обычно в апреле и на Пасху, и на школьные каникулы самый большой поток туристов. Вот я о чем и говорю. К сожалению, сейчас это полная такая остановка. Драма, на самом деле, и для путешествий, и для авиакомпании. Я даже боюсь ехать в аэропорт, хотел приехать, посмотреть на эти пустые залы, но не хочу расстраиваться. Не надо, да. Потому что, действительно, вот слышал, ваш коллега говорил, Родионов, что когда видит случайно взлетающий самолет из аэропорта Риги, это уже что-то такое невообразимое, это что-то такое... Сюрреализм в данный момент происходит. Это правда, да. Обычно взлетающие самолеты это ежедневное, будничное событие для жителей Зепниканса и имманты, золи туды имманты, извиняюсь, да, то сейчас это очень редкий случай, к сожалению, пока. Да. Ну, давайте мы на более оптимистичной ноте закончим. Вот, чтобы обобщить весь наш разговор, нам уже пора заканчивать его, но чтобы вот его весь обобщить, повторим еще раз ваши прогнозы, как в ближайшие месяцы будет разворачиваться ситуация. Я хочу сказать, что это, конечно, не системный кризис, если мы говорим про туризм, это не системный кризис восьмого года, когда мировой финансовый кризис практически остановил экономику в многих странах, потребовал очень жестких мер экономии, в том числе и в Латвии. Это были времена, когда это было связано с ипотечным спекулятивным предложением на различных рынках, это связано было с перегревом на различных рынках и на маленьких, в маленьких экономиках это отражалось очень серьезно. Сейчас такой ситуации нет. Сейчас очень узкое индустриальное событие, которое связано с приостановкой в первую очередь транспортного сообщения, закрытия границ и туристических поездок. Ну и, конечно, все, что связано вообще с индустрией туризма, это гостиницы, рестораны, как я сказал. Это отрасль, которая способна восстанавливаться достаточно быстро, практически за полтора-два месяца, это мой профессиональный прогноз, отрасль сможет восстановиться до 60-70% объема предыдущих периодов. Конечно, эхо будет, конечно, будут нюансы, но ни одна компания в Латвии не разорилась, ни одна не подала на банководство, ни одна компания не пытается переложить ответственность на поставщиков или на на самих потребителей и не восстановить предыдущие объемы 2019-го и предыдущих еще периодов 2018-го года, когда было еще более активно. Поэтому активистичный прогноз строится на том, что есть поддержка государства, которая, конечно, не совсем достаточна, но она существует раз. Есть лобби авиационные, транспортные, которые, как я сказал, заставят просто эту область заработать как можно быстрее и весь туризм потянется за ней. Есть понимание в Евросоюзе о том, что поддержка, которую необходимо краткосрочную и очень энергичную оказать, она будет предоставлена на национальных уровнях обдуманно и оперативно. А туристам я, конечно, хочу пожелать набраться немножко терпения и постараться увидеть позитивное, которое может начаться практически буквально с июня месяца. Думаю, что на Лиге уже будут первые рейсы достаточно заполнены и летать по многим направлениям, которые были запланированы в 2020 году. Вот, на такой оптимистичной и хорошей ноте наверное закончим наш разговор. Спасибо. У нас в гостях был Константин Польгов, глава туроператора Тестру Латвия. Тестру Латвия.